Мы все понимаем, что Красиков стал центральной фигурой этого обмена. Я хочу спросить у вас, потому что вы много об этом писали, и о нем в том числе. А, собственно говоря, почему Красиков оказался таким слабым местом Путина? Мы писали об этом еще в 19-20-21 году в Бенекетов Инсайдере. Наш анализ показал, что Красиков – это очень ключевой персонаж внутри ФСБ, который не только штатный сотрудник ФСБ и офицер ФСБ, как сейчас мы услышали признание Кремля, но он и был очень близок к орбите самого Путина. Это мы доказали тем, что даже на его свадьбе, от которой мы получили видео и фотографии, там видно, что много из людей, которые присутствовали на его свадьбе, это люди из ФСО, из Федеральной службы охраны президента Путина. Кроме того, он сам рассказывал свидетелям, которые мы смогли убедить прийти на суд в Берлин, что он знаком с Путиным, что они вместе стреляли. Ну, конечно, никогда не рассказывал полный бэкграунд своего, своих отношений с Путиным, но стало понятно, что действительно там какие-то отношения были. Добавить к этому личному, скажем, аспекту отношений с Путиным и сам факт, что он полковник ФСБ, он герой каких-то событий, там получил награды, и, конечно, для системы, и не только для Путина, для системы очень важно таких людей возвращать, чтобы мог обещать иммунитет от преследования и от пожизненного срока будущим убийцам, которые, видимо, этот режим собирается послать. Поэтому по всем этим причинам он был ключевым, и это нам было очевидно еще в начале переговорного процесса. А как появились в этом списке другие российские агенты, которые оказались в результате вот в этой схеме обмена? Была ли это инициатива Москвы, или Москве их предлагали, ну, например, Польша, да, где содержался Павел Рудцов? Получается, не все вы такие важные, то есть некоторые могли и не фигурировать в этом обмене? Ну, процесс был интересен, потому что российская сторона очень боялась называть людей, которые им важны, чтобы не создать понимание этой важности для Запада. Тем более по людям, которые еще не признались в суде, и суд их не признавал виновными, а были только заподозрены. Потому что любое называние таких людей в глазах Путина означало бы признание вины. Поэтому было сложно понять, что Кремль хочет получить, кого они хотят получить. Одно из условий, которые мы услышали довольно рано в этом процессе неформальных переговоров, было, что они не хотят запрашивать людей, которые не прошли полностью систему осуждения и не получили, конечно, вердикт в суде, там, где они арестованы. Поэтому они до очень позднего момента не хотели называть этих шпионов, которые сейчас оказались. Видимо, они все-таки были названы, предложены Западом последние 3-4 месяца после смерти Алексея Навального. И было обещано, что они пройдут всю процедуру по осуждению до этого обмена. Так и случилось, потому что мы видим, что очень быстро, например, славянская фальшивая, они прошли весь процесс по их осуждению в течение недели, что обычно требует, конечно, месяца. Так что, видимо, этот процесс негласного, попытки понять, кто кому нужен, он был немножко такой, основан на блефах. И, видимо, Запад смог предложить вместе с обещанием, что они пройдут процесс до самого обмена. Вы говорили о том, что возможны дальнейшие обмены в своих интервью после уже совершившегося этого обмена. Получается, что есть еще какие-то фигуры, сравнимые по значимости с Красиковым для Путина? Таких фигур, по моему пониманию, нету, потому что герой России, как Красиков, который был послан на такое задание от имени Путина, вот таких других случаев мы не знаем сейчас. Это сравнимо только по уровню, например, с Бушировым и Петровым, которые тоже были героями России, когда их послали, чтобы травить Скрипалей. Вот таких случаев сейчас нету, но то, что мы видим, это огромное повышение активности российских шпионов, потому что из-за войны, конечно, есть программа террора, мы видим поджоги в Польше, поджоги в Чехии, мы видим во Франции, что происходит. Поэтому я уверен, ну не хочу и не могу говорить подробно, я уверен, что вся эта неосторожность Кремля и желание создать волну террора по всей Европе и по миру, она доведет до новых арестов и, возможно, с новых. Я почему говорю, что считаю, что обмены будут, потому что прошел такой психологический порог, все прошли, что можно договариваться, даже в случае, как в необычном случае. Например, нарушились старые правила, что один к одному, один на один должно быть, асимметричные обмены нет. Германия здесь выступила очень смело и сказала нет, мы хотим много за одного убийцу, тем более, что Навальный умер к этому моменту и было моральное право Германии этого говорить. Тоже мы видим, что незаконченные судебные дела могут быть закончены очень быстро. То есть эта процедура, алгоритм быстрого обмена, она уже прошла. Здесь что может помещать будущим обменам? Может помещать желание Путина и путиновской системы мстить и, например, послать убийцев или даже просто людей, которые хотят физическую расправу сделать с теми, которые были освобождены, это не будет прецедент, потому что со Скрипалем и было именно так, со Сергеем Скрипалем. Или пойдет мстить свидетелям по делу и так далее. Вот это может помещать навсегда закрыть на ближайшие 15 лет будущие обмены. Но если Крым себя ведет прагматично, я думаю, что будут возможности для будущих обменов. Вы считаете, что нынешним освобожденным политзаключенным угрожает что-то сейчас вне России? Ну, мы все читали посылы Дмитрия Медведева. Это самый террористический посыл бывшего главы государства, который я вообще могу себе представить, которому он призывает практически расправу над этими людьми, называет их предателями и говорит, что они должны оглядываться налево и направо. Ну, скорее всего, он знает больше, чем я, поэтому я думаю, что надо быть осторожным и что угроза... Тем более, что система Кремля, система террора Кремля, она довольно децентрализованная. Есть очень много групп, которые думают, что они выполняют желание и волю Путина и потом приносят результаты. Даже если это не было заранее заказ, они считают, что такие слова от Медведева могут считаться как заказ государственный заказ. Поэтому я очень боюсь, что это создаст атмосферу для эксцесса исполнителя. Христо, вы говорили о психологическом моменте, который был пройден в рамках этого обмена. Это действительно уникальный совершенно и переговоры, и результат. Но еще одна уникальная вещь это то, что Россия фактически выслала своих граждан. Я вообще такого не припомню, это было в Советском Союзе, но здесь прям такая операция. Как вы считаете, Кремлю понравилась такая история выгонять своих граждан, которые оппонируют или выступают против войны? Это как-то ему пригодится еще в каких-то случаях? Ну, действительно, это прецедент. После, кажется, 1976 года последний раз было такое, когда Буковский и другие против своей воли были высланы. И очень много схожества с этим казусом, потому что и тогда, и сейчас всем, которые по своему желанию или против своего желания были высланы, были разменены, они не знали до последнего момента, их нагрузили в вот эти этапирующие МТС, которые они не знали, куда вообще их везут. Абсолютно то же самое было и тогда. Я думаю, что они просто посчитали, что могут, Кремль посчитал, что могут использовать именно ту логику, которая тогда их, ну, когда советское руководство как-то двигало, а именно то, что одним шагом можно показать какую-то гуманность Западу и уменьшить критику по отношению к именно к отношению к этим диссидентам, а с другого конца можно просто решить внутреннюю политическую проблему, потому что никто не будет уже спрашивать, кто они, а в третьем где они, а в третьем третий эффект для Путина это то, что всех можно их уже назвать ну, не россиянами, предателями, потому что они покинули страну. То же самое было в 76-м году, то же самое сейчас. Я думаю, что они будут пробовать и дальше это делать, потому что если этот Кремль воспринял риск того, что эти люди будут говорить более свободно, но за границей, то они уже готовы будут это сделать со всеми, не только с теми, которые уже выгнали. Ну да, они автоматически еще одновременно замедляют YouTube, чтобы лишить очередного канала поступления информации из-за рубежа. Я вернусь опять же к российским политзаключенным. Вы говорили уже о том, как формировался список, что первый список был на салфетке, но потом он был сильно откорректирован. То есть в Москве принималось решение, кто в результате будет выслан. я так думаю, потому что я следил за процессом только до пару дней после смерти Алексея Навального, а после чего стало понятно, что Германия очень обижена, и что очень сложный процесс будет принять решение поставить ли под угрозу новых людей, даже при однопроцентной вероятности, что само включение Навального в списке со стороны Германии и Америки был фактором для его ускоренной смерти. Поэтому одна из идей, которая тогда обсуждалась, но я не могу утверждать, что она была выполнена, что не будут западные страны называть конкретно фамилии тех диссидентов, которые хотят получить, чтобы не поставить их под угрозу, а будут говорить в категориях, то есть нам нужно 10 или 8 ключевых политзаключенных, вы предложите, а мы подумаем, согласны ли мы с этим. Вполне возможно, что так было. Не могу утверждать, только говорю, что такая идея была, и она очень гуманная идея. Да, я поняла. И вот по итогам вот этого обмена выяснилось, что для России, для Путина возвращение своих агентов, это что-то очень важное, ради чего и Россия, и Путин на многое готовы пойти, то есть отступиться от каких-то даже своих собственных принципов. То есть это стало фактически рычагом, хотя арестовывали всех этих агентов совсем не ради обмена, а потому, что они реально нарушали закон, шпионили и убивали, в том числе в Берлине. Да. А помимо этого, есть ли какие-то другие рычаги, чтобы воздействовать вот в этой сфере, в вождении политзаключенных, или воздействовать в сфере войны против Украины? Какие есть еще возможности у Запада в данном случае воздействовать? Ну, конечно, проблема в том, что цели здесь разные, цели кампании террора, которые мы видим со стороны Кремля, они направлены на то, чтобы создать хаос в Европе, чтобы Европа думала о своих проблемах, о своих опасностях экзистенциальных, и не думала о войне в Украине, и не помогала Украине, помогали себе, то есть на уровне населения. Поэтому сложно здесь Западу подготовиться к таким рычагам, но здесь то, что уже понятно, что западные страны будут общаться намного более активно, согласовать, что самое лучшее применение каждого арестованного человека, каждого арестованного российского шпиона, потому что до сих пор каждая страна все-таки думала со своей точки зрения. Сейчас стало понятно, что коллективное решение, оно может быть намного более эффективно, чем одна страна с Россией и другая страна с Россией обсуждать свои отношения. Поэтому я думаю, что то, что будет плюсом для Запада, для России очевидно какой плюс, что они могут обещать своим шпионам безнаказанность. А для Запада то, что согласовая свои действия, могут намного лучше договариваться и получать лучшие условия обменов на будущее. Христо, у меня последний вопрос, на самом деле, немножко, может быть, от моей белорусской команды, от нашей Deutsche Welle, потому что белорусы обсуждают, как же так, почему в обмене не фигурировал ни один белорусский политзаключенный, хотя Рико Кригер был приговорен к смертной казни именно белорусским судом. С вашей точки зрения, почему, объясните, и можно ли что-то сделать для белорусских политзаключенных? Видите, этот обмен был ни в коем случае не перфектным. Он пытался добиться того, что возможно, а не какой-то идеальный список создать. По белорусской теме не очевидно, почему это случилось, потому что арест и вердикт со смертной казнью был создан практически по заказу Кремля как часть окончательного нажима, давления на Германию, чтобы Германия согласилась с Ваидом Красакова. То есть, это не было суверенное какое-то решение белорусского диктатора, это была услуга, которую он сделал. Поэтому Германия, скорее всего, сочла, что это отношение между и Германией, включение Белоруссии. Но, конечно, здесь возникают вопросы, а что с белорусскими политозаключенными, а что с чеченами, этническими чеченами, которые находятся в тюрьме в России, можно было включить и надо было, скорее всего, включить чеченских активистов, поскольку жертва самого важного обменного россияна, это было все-таки грузино-чеченский, представитель этнической диаспоры, поэтому много было сделано неидеально, но по белорусской теме, я думаю, что сейчас уже есть арестованы белорусские КГБшники в Европе по тому, что они выполняли заказы по терроризму из Кремля, и я думаю, что еще больше таких будут арестованы, потому что Кремль использует белорусские спецслужбы как посредники, посредников для того, что не оставляют следов, я думаю, что именно вот эти арестованы должны быть обменены на белорусских полизаключенных. «Песня о nossos местах» «Ашик» «Муга» «Уши» «Муга» «Муга» «Муга»